Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа «Медицинская». Вот уже в который раз мы хотим призвать вас внимательно послушать, но если хотите телевизионную лекцию по поводу того, что необходимо диспансеризация, что это такое, с чем ее, что называется, едят, мы еще раз вам напомним, тем более, что у нас в гостях Нариман Пахурдюнович Казимагамаев, заведующий поликлиническим отделением номер 11 Люберецкой областной больницы, врач-терапевт. Здравствуйте, Нариман! Мне очень приятно, что вы к нам пришли. Вы впервые у нас здесь в студии, представляете целое поликлиническое отделение. Это, наверное, правильно, что врач-терапевт должен быть? Это же первый врач такой, к которому все обращаются, а он всех распределяет потом. Я считаю, что правильно, потому что врач-терапевт и врач общей практики по большому счету выполняет на этапе первичного звена, собственно, абсолютно все. То есть он как вот тут камень налево пойдешь, направо пойдешь, да, внимательно осмотрели, все анализы к вам пришли, да, и человека потом направляете. Дает вектор в правильном направлении для пациента, чтобы он в дальнейшем шел к узким специалистам и консультировался, и дальнейшее обследовался. Да, то есть получается, это первый контакт. Вот в свете нашего разговора о спонсоризации почему-то все-таки по-прежнему, хотя цифры прошлого года по стране говорят о том, что народ так немножечко услышал, что диспенсеризация есть, и в некоторых районах даже там не очередь стоит, но, по крайней мере, более-менее хорошая заполняемость этого направления. Но в целом мы же с вами прекрасно понимаем, что люди в основном, ну не болит, что я буду идти куда-то, да. Приходишь в любую поликлинику страны и видишь, как люди там уже, ну кто-то уж по возрасту, а кто-то вроде молодой, ну там 30-40 лет самый такой возраст, да, и тоже уже весь скрученный. Почему? Потому что никогда не обращался, и вдруг вот меня что-то закололо. То есть диспенсеризация, как убедить людей, что она должна обязательно быть в твоем графике? Это основная проблема у населения, то есть зачастую сам термин диспенсеризации не совсем понимает значение этого слова. Пугает. Да. Вот хотелось бы объяснить для многих жителей городского округа Люберца, что диспенсеризация вообще включает в себя комплекс мероприятий, который состоит из медицинского осмотра терапевта и перечня тех обследований, которые назначает, собственно, сам терапевт. Но они входят в какую-то программу, то есть есть общегосударственная программа диспенсеризации, или кому-то мы, ну, исходя из того, что посмотрел врач, да, или, например, человек на что-то там жалуется, или, например, все хорошо, может быть, просто надо посмотреть. Есть какие-то различия, или это общая программа? Нет, это общая программа. Диспенсеризацию могут пройти как абсолютно здоровые люди, не имеющие жалоб, так и лица, у которых уже имеются хронические неинфекционные заболевания, собственно, проходят диспенсеризацию, начиная с 18 лет. То есть с 18 до 40 лет раз в 3 года у женщин, далее после 40 ежегодно, а у мужчин с 18 до 45 и далее уже ежегодно. Так, и я так понимаю, что, давайте вернемся к схеме, чтобы понимали наши телезрители, эта диспенсеризация проходит в любом поликлиническом отделении округа, да, в частности, в вашем поликлиническом отделении. Совершенно верно, да. Это отдельный какой-то вход, как-то записаться. Есть же, наверное, когда, ну, люди там с болью приходят, да, или по записи. А диспенсеризация – это отдельный какой-то вариант? Да, это отдельный кабинет, в некоторых учреждениях это целое отделение профилактики. В нашем конкретном учреждении есть отделение профилактики, где, собственно, все оборудовано, да. Три кабинета, в одном кабинете сидит врач-терапевт, который ведет этот прием, собственно, первичный. В соседних двух кабинетах проходят и диспансерные наблюдения, и те мероприятия, которые входят в первый этап диспансеризации. Вот когда к врачу-терапевту заходит человек, то что происходит? Какие-то сразу назначения или какой-то осмотр? Начнем с того, что как они туда попадают. Да, давайте, с самого начала, да. Да, пациент может, имеет право записаться в кабинет профилактики, собственно, на диспансеризацию тремя способами. Сначала нужно сказать, что есть и дистанционная запись в этот кабинет, собственно, открыто расписание, то есть через электронные ресурсы. Это может быть справочная единая служба 122, это портал государственных услуг и госуслуги. Ну, везде, через запись к врачу, да? Мобильное приложение, да. Либо через сайт mosrec.ru. А там нужно выбирать именно диспансеризацию? Категорию здоровья, да, и под категорию, получается, диспансеризация. И второй, соответственно, способ, самый основной, это вот придя в поликлинику, непосредственно через регистратуру или инфомат, который рядом с регистратурой. То есть там помогут, если что? Абсолютно верно, да. Далее он попадает в кабинет согласно талону, там врач принимает пациента и сразу же пациент подписывает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А он обязан подписать такое? Обязательно, обязательно, согласно приказу 404Н по диспансеризации. Да, он подписывает согласие. Далее проходит анкетирование на предмет выявления хронических инфекционных заболеваний. Далее антропометрия, массу тела измерения, индекс массы тела. И уже, соответственно, весь ряд, тот перечень медобследований, который входит в первый этап. Могу перечислить, что туда входит. То есть это измерение внутриглазного давления у офтальмолога, это измерение артериального давления, клинический анализ крови, биохимический анализ крови. А кровь он сдаёт тоже в момент поступления к человеку? Или получает направление на это? Он может... Нет, на все эти исследования, что лабораторные, что инструментальные методы диагностики, он получает направление у терапевта в кабинете непосредственно. То есть он может в день явки к терапевту пройти, собственно, эти обследования. Для этого выделены отдельные ячейки в каждом кабинете для диспансеризации. Пациент, не ожидая там несколько дней, может пройти это, собственно, мгновенно. То есть надо на не есть, там все выполнить. Абсолютно верно, да. Чтобы за один день сразу же. Да, да, чтобы корректные данные были по анализам. Итак, анализы, общий анализ крови, потом что там? Общий анализ крови, биохимический анализ крови, куда входит два показателя, это глюкоза и холестерин. Это электрокардиография и флюорография. Это вот такие обязательные? Да. У женщин дополнительно это осмотр гинекологом и цитологическое исследование мазка, шейки, матки. Дополнительно. Это вот в первый день получается такое направление, да? Да, это что касается лиц возрастной категории от 18 до 40 и 45 лиц, соответственно. Если лица старшего, то есть возрастной категории, там уже в первый этап диспансеризации, помимо тех обследований, которые я уже перечислил, добавляются еще и ряд других так называемых скрининговых онкологических обследований. Чтобы поймать нехорошие вещи, да? Да, международно признанные, по семи локализациям, собственно. То есть это у женщин маммография, метод рентгеновского излучения, да, молочных желез. Это анализ кала на скрытую кровь, что у женщин, что у мужчин. Это анализ крови на определение уровня ПСА у мужчин. Гастроскопия, колоноскопия. Ну и визуальный осмотр кожи, кожных покровов, потому что меланома на сегодняшний день, например, да, играет такую, так скажем, серьезную роль среди онкологических заболеваний, да. И меланома считается, например, самым агрессивным видом рака кожи среди онкологических заболеваний. Поэтому, конечно, визуальный осмотр важен и уделяется внимание особое. То есть, видите, как получается у нас две различные группы, да, и во второй группе уже речь идет прямо об опасных таких очень серьезных моментах. Тем более, что, к сожалению, мы видим, что слово рак у нас никуда не уходит. Да, есть возможность, зато если, например, врачи во время диспансеризации что-то обнаружили, есть надежда на то, что это начальная фаза, и это можно вылечить. Потому что если вот этого не произойдет, там такой процесс как бы каждый год дорог, а иногда и на неделе идет счет. Да, нужно акцентировать еще внимание на том, что диспансеризация как раз-таки помогает выявить болезнь на ранних этапах. И мы активно, собственно, и приглашаем для этого пациента, чтобы его обследовать. Зачастую пациенты запускают себя, не обследуют, не обследуются, собственно, если только там выпадает возможность. А так можно пройти, тем более в рамках ОМС, по программе ОМС, бесплатно пройти весь тот перечень, который, собственно, входит в первый этап, и далее уже в последующем, во второй этап диспансеризации. Ну вот немножко поговорим, сколько это может продолжаться, и сколько врачей, ну давайте возьмем, опять же, понятно, что первая группа чуть меньше, да, но во второй, если что-то, какие-то вдруг не очень хорошие анализы, тогда же надо к онкологу, наверное, идти, да, или как? Сколько по времени проходит здесь диспансеризация? По времени проходит порядка 2-3 часов, это что касается первого этапа диспансеризации. Далее пациент после сдачи всех анализов с результатами анализов приходит повторно в кабинет к врачу-терапевту, который записывает заблаговременно его, консультируется, врач изучает анкету, которую пациент заполнял, интерпретирует те анализы, которые, собственно, человек сдавал, и если на данном этапе выявляются те или иные нарушения со стороны внутренних органов и систем, то врач направляй на второй этап диспансеризации. Второй этап, он более такой углубленный, и на втором этапе пациенты проходят вот все те обследования, особенно диагностические методы обследования, о чем я говорил, колоноскопия, и гастроскопию, например, и консультируются узкими специалистами, куда, собственно, врач-терапевт не направляет. Это могут быть кардиолог, невролог, онколог, ну и, соответственно, все другие специалисты, которые, собственно, необходимы при том или ином заболевании. Нам же еще интересно узнать во второй части, какое у вас там оборудование. Но ясно одно, что тут нужно просто включить для себя, как это, работу очень простую, что у тебя есть возможность не спеша, не с болями какими-то, которые вот тебя болит, и ты ни на что же не обращаешь внимания, но потратить, да, время, но на свое же здоровье, чтобы потом, особенно, вот как вы сказали люди второго, второй категории, скажем, это в хорошем смысле слова, я имею в виду, зрелые, там, конечно, скрининги, это очень хорошо сейчас, потому что чем раньше, тем лучше, тут уж греха таить. Сейчас сделаем небольшую паузу, у нас в гостях, напомню, Нариман Казимагамаев, и после этого, после небольшого перерыва, продолжим оборудование, и вообще, готова ли поликлиника встречать наших людей, которые пришли попробовать диспансеризацию. Напомню, что это программа «Открытый диалог», сегодня у нас программа на медицинскую тему, и некоторые наши постоянные телезрители знают, что мы часто говорим о диспансеризации, причем даже мы еще начинали говорить, по-моему, до пандемии, потом она, конечно, немножко поменяла всю историю, а вот после пандемии вопрос диспансеризации тоже каким-то образом стал чуть-чуть острее, потому что до сих пор еще непонятно влияние вот те люди, которые переболели пандемией, насколько, где это может вылезти, что называется. Вот о диспансеризации мы и говорим сегодня заведующим поликлиническим отделением номер 11, Люберецкой областной больницы, врач-терапевт у нас в гостях, Нариман Пахурдюнович Казимагамаев. Нариман, скажите, ведь это правда, что мы же до сих пор не знаем все последствия пандемии, и вот эта диспансеризация еще поможет выявить, то есть то, что повлияла пандемия, где-то, может, она на человека, и с помощью диспансеризации мы тоже можем это выяснить. Да, совершенно верно, я с вами соглашусь и добавлю, что помимо основной диспансеризации существует еще и углубленная диспансеризация, так называемая УДВН, которая нацелена на то, чтобы все пациенты, которые переболели именно коронавирусной инфекцией или получили осложнение от коронавирусной инфекции, прошли диспансеризацию. То есть отличается несколько по перечню тех обследований, которые, собственно, человек сдает. Лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, дополнительно сдает к тому, что ранее я говорил, дополнительно сдает дедимер, то есть определение именно... Это, по сути, маркер тромбообразования в организме. А, да, была же история, рассказывали, что тромбообразование. Да, да, то есть дедимер сдает пациент, спирометрию проходит, то есть определение функции внешнего дыхания и жизненной емкости легких. Дополнительно проходит еще электрокардиографию, эхокардиографию, тест с шестиминутной ходьбой для, опять же таки, определения, да... Отдышка какая, да? И отдышку, чтобы различить, это сердечно-отдышка или, собственно, бронхиальная астма или же нарушение функции внешнего дыхания. Вот этого я не слышал, что даже такое есть, да? Да, есть. То есть все это может человек сдать, может даже простой, обычный человек, так скажем, который не перенес коронавирусную инфекцию, тоже может пройти... А вдруг оно как-то по-другому перейдет, да? Да, углубленную диспансеризацию может пройти, но уже через... Путем написания заявления на имя руководителя, да, структурного подразделения, да... Обращаются, их немного, но обращаются, в основном проходят основной диспансеризацию. Ну, а вот сколько на круг получается диспансеризация для 45 лет возраста, да? Сколько вот для зрелого возраста и сколько вот углубленная по времени, я имею в виду в днях, в неделях? Зависит от того, насколько данные методы обследования, да, загружены у нас. Инструментальный метод диагностики, я имею в виду. То есть там их по времени как-то выстраиваете, да, в зависимости от того, свободно? Да, то есть создается маршрутный лист для пациента, который приходит в кабинет профилактики. И согласно этому маршрутному листу человек проходит все кабинеты, всех врачей, соответственно, то есть там все прописывается по времени, по нумерации кабинетов, фамилии врачей, анализы, исследования, которые человек проходит. И, собственно, он по маршрутному листу это все делает. По времени, опять-таки, занимает до трех часов, как, собственно, первый этап диспансеризации. Вот, то есть в течение, как бы, дня это можно сделать абсолютно. А, то есть, то есть один день? Да. То есть с учетом того, что ты приходишь, ну, опять же, чтобы сдать кровь, все остальные параметры, которые... Да, единственное, результаты анализов, их нужно, собственно, либо на следующий день уже приходить и консультироваться с врачом. Либо заранее сделать? Либо заранее, нет, заранее в любом случае консультируется, выставляется предварительный диагноз пациенту, а уже после интерпретации результатов анализов окончательный диагноз и уже присваивается группа здоровья. То есть их всего четыре группы. Присваивается группа здоровья и решается вот на данном этапе, решается вопрос о направлении пациента на второй этап, либо о взятии его на диспансерный учет. А, да. То есть диспансеризация плавно перетекает на диспансерное наблюдение. То есть диспансерное наблюдение, что из себя представляет, это, по сути, периодическое обследование пациентов, которые уже имеют хронически неинфекционные заболевания. То есть это со стороны сердечно-сосудистой системы, это дыхательная система, это хронически-абструктивные болезни легких. Ну, то есть мы следим уже за человеком все время. Да, да. То есть динамически он должен наблюдаться. То есть либо узкие специалисты берут на диспансерный учет, либо врач-участковый терапевт берет такого пациента на своем участке на диспансерное наблюдение. Ну, давайте поговорим еще немножечко вот о чем оборудование, потому что это важно сегодня. Были времена, когда чего-то где-то не было, куда-то направляли. Насколько ваше оборудование сегодня в состоянии обслужить диспансеризацию в вашем поликлиническом отделении? Мы готовы. Мы всегда готовы. Объясню, почему. Потому что у нас поликлиника, во-первых, после ремонта и все оборудование уже в строю. То есть функционирует маммография, функционирует флюорография, рентгенаппарат. Все инструментальные методы диагностики, лабораторные методы диагностики, все есть. Что, собственно, и входит в первый этап. Мы и активно приглашаем пациентов, то есть ведем эту работу, поскольку это важно именно для нашего населения, чтобы уменьшить смертность, что локально, что по всей Российской Федерации. У нас все это работает, и сотрудники в этом направлении... А сотрудники обучены у вас работать на этом оборудовании? Обучены. У нас с большим стажем работы все сотрудники. Есть и молодые специалисты, которые тоже уже обучены и уже имеют такой небольшой опыт. Ну, я всем тоже врачам, вашим коллегам задаю вопрос. Мы знаем, что всегда у нас Москва здесь рядом, куда врачи часто уезжают, потому что там больше как бы оплаты. То есть есть все равно какое-то движение врачей. Ну и, в общем-то, у нас медицинская реформа, условно говоря, бесконечно продолжается. Вот есть какая-то нехватка кадров? Или приходят к вам люди, и если кто-то решается уехать, поменять место жительства, то вы найдете себе нового работника? Нехватка кадров всегда была, есть и будет. В любом случае, в каждой точке Российской Федерации. Это закономерность, это как бы наши реалии. Да, проблемы бывают, соглашусь с этим, не отрицаю, но все дело, все зависит от руководителя, от главного врача, который тоже уделяет особое внимание на это. На данный момент в нашей поликлинике наш штат весь укомплектован. Все врачи-терапевты, узкие специалисты, все у нас сейчас есть. А штат кто составляет? Кто-то сверху или на все поликлиники одинаково расставляет? Штатное расписание, оно составляется на каждое структурное подразделение. Да, Люберецкая областная больница. Каждый год обновляется, и, собственно, согласно этому штатному расписанию мы и живем. Понятно. Ну, я так понимаю, что заработная плата, раз вам удалось собрать всех людей, то есть более-менее как-то этот вопрос у вас решается. Еще такой, давайте немножко о поликлинике поговорим, о диспансеризации отойду. Вот эти пресловутые талоны, записи и так далее. Самое, наверное, сложное, что вот, а у вас сколько времени и так далее. Работает эта система сейчас? Потому что у некоторых, ну, знаете, есть люди, которые часто посещают поликлинику, чего ж там греха таить. А есть люди, которые действительно по необходимости. И вот время, сколько должен потратить ваш коллега, врач-терапевт на прием, оно действительно у нас нормировано сегодня? Нормировано, составляет от 12 до 15 минут, согласно приказу Минздрава Московской области. Не скажу, что прям для всех категорий пациентов, которые имеют те или иные заболевания, это достаточно. Все равно терапевт должен обследовать от и до пациента. Но справляемся, справляемся, укладываемся в эти минуты. Помогают, большую роль играют еще и медсестры участковые, которые сидят с терапевтами, или же выделены в отдельной системе. Они оформляют все эти документы. Да, то есть облегчают работу, собственно, врачу. А врач уже нацелен на пациента, он осматривает, опрашивает и, собственно, выставляет диагноз, дает рекомендации. Успеваем. А сколько вообще приходит в день, я не знаю, есть такие какие-то оценки, примерно посещаемость поликлиники? Или это трудно сказать? Ну, по талонам-то, наверное, можно понять? Это трудно сказать, но мощность поликлиники у каждой поликлиники разная. У нас, например, мощность поликлиники – это 500 посещений в смену. С 500 человек, получается. Примерно, да. С 450-500 у нас проходят. Ну, вернемся к диспансеризации, будем уже завершать нашу встречу. Вот что бы вы сказали людям, которые, ну, как бы хотят, вот сейчас нас послушали и вроде как уже записываться, а потом раз-раз время прошло и забыли. Почему все-таки нужно пройти диспансеризацию? Вот если, так сказать, резюмировать все, что мы говорили? Ну, если резюмировать, ну, во-первых, я всех приглашаю на диспансеризацию. Вот. Мы всем рады. И резюмируя, я хочу сказать, что здоровье – это драгоценность, которая дарована человеку. Ну, да. И это здоровье мы должны беречь. Вот так, коротко и ясно. Кстати, а чаще записываются все-таки на удаленных источниках или приходят к вам к автомату? Записываются удаленно. Удаленно, потому что это очень удобно, да, через 122. Иногда многие записываются, собственно, в кабинет, который открыто, расписание, записываются через госуслуги, то есть это очень удобно. И пациенту удобно, электронный талон они получают. И нам удобно, потому что у нас сразу это все на экране высвечивается. Понятно, очень хорошо. Ну что ж, друзья, еще одну программу мы сегодня решили посвятить. Вот вырвали врача, советующего, у него там пациенты, сотрудники, специально для того, чтобы убедить вас в том, что ваше здоровье, кроме вас, как бы, ну, никто не вылечит, поэтому необходимо обращаться заранее, тем более, что если возраст меняется, или что-то вы почувствовали, вроде как не болит, но какой-то надо идти. Врачи помогут, тем более, что лучше все-таки заранее немножечко это делать, чтобы потом не было больших проблем. Спасибо большое. Нариман Казимагамая, заведующий поликлиническим отделением номер 11 Люберецкой областной больницы, врач-терапевт. Это была программа «Открытый диалог». И будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова